приветствую друзья выехал на реку хочу половить деликатными снастями половить окуня щучку на микроджиг на ваблерочки вертушечки если получится в общем отдохнуть и половить иду к своим рабочим местам и вместе с вами будем искать хищника спиннинг который я сегодня с собой взял это моя новиночка herty rise rockin force 2 модель 692 ксул это 2 метра 6 сантиметров тест от 0 5 до 5 грамм действительно деликатный спиннинг очень деликатный для ловли небольшой рыбы на микроджиг на блесеньки на ваблерочки но мне интересно посмотреть как он будет справляться с относительно крупной рыбой относительно данного вида ловли ну где-то щука полтора два килограмма килограмм мне очень интересно как это спине будет работать на спиннинге у меня установлена катушечка это у меня стингер иного ультралайт неплохая катушка за минусом то что суда наматывается шнур за этим надо следить на так всем катушечка и легкая и компактная принципе неплохая я привык к этому для вас при выборе конечно это будет играть большую роль и там уже думайте сами на катушечку меня намотан шнурочек дуэл хардкор зелан 03 п е 009 миллиметров и разрывная нагрузка два с половиной килограмма хороший шнур действительно такой упругий шнур и резенький то есть тактильно как-то лучше через него все передается мне нравится ну и летит хорошо и качественный шнурочек в общем я им ловлю насчет щуки пока не уверен но я вы знаете использую поводок из флюрокарбона диаметром 0 3 миллиметра длина где-то 35 сантиметров 0 3 миллиметра и небольшая щука не перережет если она вдруг будет понятно дело тут россия нету и для окуня он не особо будет мешать пока что аккуратничаю и не ставлю струну попробуем так половить ну а по приманочкам выберу приманки левен ворс вы видели я ловил на данные приманки на мормышинг и довольно таки неплохо ловит есть микротроп такая классная пассивочка которая хорошо ловил окуня но есть и довольно такие крупненькие приманки микроджиговые как раз который я и хочу попробовать лони тейл 202 дюйма грубо говоря так еще бы открыть пальцы немножко мерзнут небольшой такой виброхвост натуральная окраса и вы знаете с такой какой-то перфорации есть глазки под японский стиль что ли заточены такие какие-то угловатые есть какие-то ребрышки для создания завихрений в общем попробуем с такой активной приманочки 3 грамма крючочек это у флагман f78 размер шестерка и поехали погода отличная красота а а что это такое поклевка ничего себе сразу же как так блин друзья первые забросы поклевка вспоминаем сразу примету до надеюсь что она сегодня не сработает но первый окунь небольшой я думаю не считается но приятно так вот погода отличнейшая в отличие от предыдущих моих рыбалок когда дул ветер сегодня прям глаз радуется отличная погода для рыбалки я не мог пропустить такой денечек конечно хотелось воспользоваться ими половить хищника ну и просто подышать свежим воздухом походить погулять погода отличная неизвестно когда еще будут хорошие денечки поэтому надо пользоваться каждым моментом как-то так без поклевочки вы знаете под висоном небольшим подвисоном взял этот окушок он сейчас пойдет обратно я его потом поймаю так еще туда же недалекие забросы потому что рыбка проявила себя под берегом ну и тут рельеф определенный тут есть и травка и камушки поэтому тут хищник и держится вот он еще один под берегом как он загибает хертика ничего себе до загибает конечно очень хорошо ощущение такие яркие красочные кушает рыбка кушает да подожди ты не бесись эти все равно отпущу спасибо дружок здесь есть камушки прям четко я слышу грузик падает тактильно спиннинг все в руку передает есть ближе к берегу травка старенькая еще вот была поклевочка и окунь как видите он не прям с ударом бьет он иногда прикусывает приманку так аккуратненько прищипывает ее и видно визуально тубулярная вершиночка показывает и тактильная говорю что тубулярная вершинка на более тактильная и передает все в руку посмотрите какой хороший окушочек скушал сили кошку и подарил массу приятных ощущений видимо из приманочка угадалась формой и с цветом и вы знаете последние рыбалки показа даже в принципе рыбалки показа что хорошо ловят активные приманки окунь попадается более менее активен и он предпочитает приманку которой собственно игра не нужно вымучивать не нужно анимировать просто делая стандартную проводку два оборота пауза и окунь это нравится насчет паузы я как видите особо длительные паузы не делаю все так быстренько в принципе ну и вот только чтобы поклевка это непонятно либо зацепил что-то и в принципе окунь ловится вот хорошо когда все работает сколько поклевочек сколько таких тычков пока провел опять поклевка за хвостик вот я говорю он аккуратно пришипывает за хвостик видите стягивает приманочку то есть не целиком ее сжирает да чтобы засечься нет он за хвостик хватает и стягивает ее а четкий удар четкий звонкий удар и вот он вот он окуняшка отдай приманку небольшой данный его многое ловить на деликатный спиннинг его приятно подвис просто подвис он их хороший окунь то хороший смотрите как за сопротивляется как загибает спиннинг до окушочек такой приятный прям приятный приятный зачетный по-разному как-то он засекся за нижнюю губу смотрите какой красавица взялся вблизи берега прям хорошая рыбка вот он смотрите но это это друзья прям зачет зачет очень много именно подвисонов вы знаете я делаю паузу я жду но нет его устраивает проводка когда приманочка взлетает и он на этом взлете атакует на паузе не хочет интересное поведение окуня и дальнюю дистанцию проверим там немножко поглубже вообще в целом участок реки не глубокий где-то глубина 2 метра средняя плюс-минус полметра и как раз таки очень хорошо ловить на реке на ультралайт на микроджиг но все таки вес применяется небольшой течение нет ветра нет погодные условия они идеальные ну и самое то для такой рыбалки на деликатные снасти и ловли вот такой неплохой хищный полосатой братвы вот он красавец какой сожрал то как сожрал как ухты смотрите там приманка вся там но аккуратно вытащить конечно же получится вот все все дружок спасибо за поклёвочку давай вперед расти сдалека заброс два оборота пауза тычок либо отходит потихонечку либо ну из не перемещается потому что пару проводок сделал вблизи берега не было поклёвок а вот оттуда все ровненько все четенько и опять за нижнюю губу ай красавчик ай хороший как он гнет как он сопротивляется небольшой но сопротивляется как настоящий донской бас в данном месте видимо орудуют только банда окуней ни одной щучки пока не было а вот окунь сразу же ловится и узнать это та рыба которая приносит очень много приятных ощущений во первых эту рыбу проще всего поймать ее очень много в наших в реках озерах каналах везде то есть водоемах и независимо от размера когда ты ловишь на сверх деликатные снасти легкие изящные с низким тестом эти ощущения очень яркие и приятные для этого мы и облегчаем вес уменьшаем размеры приманки берем всякие спиннинги которые очень деликатные которые подходят под условия ловли которые тактильные чтобы поймать вот такого вот красавца и просто от радости от удовольствия ну я не знаю получить все что ты хотел на рыбалке отличная мисичка отличная . я не ожидал конечно в таком большом количестве здесь найти окуня но он ловился был активен но рано или поздно на любой точке наступает момент когда окунь либо закрывает рот либо отходит либо попросту я его всего переколол а половил вы видели много перемещаясь идем к другим местам за окунем и зайдем водичку чтобы немножко подальше но бросать попробуем и тут рыба какая-то хорошо так сопротивляется очень яростно тяжеленькая судачишка это небольшой судачишка вот такой вот красавец взялся аккуратненько снимаем приманочку тяжело конечно выдащить ай вот приманочка сработала конечно от такого активного клёва она уже пришла в негодность но я на нее много-много рыбы переловил а давайте тоже активную приманку попробуем джей 18 это у нас бриена реплика на теогу и яркий цвет тоже активная приманка с таком ярком цвете попробуем ее есть ай-яй-яй сход без поклевки на паузе подальше 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 где поглубже здесь бровочка далеко от меня поэтому надо бросать максимально далеко есть контакт какой-то рыбки и тоже без поклевки но этот похож на окуня бодается небольшой видимо окушок или карасик я опять не угадал а да это мелкий клыкастый немного поменьше что такое тут ваше место что ли не так у ней не надо я хочу полосатых поищем окуня он должен тут быть вы знаете здесь явно присутствие мирной рыбы карася потому что когда подводишь ближе к берегу бывает такое что упираешься в кого-то бывает такое какая-то резкая поклевочка два таких по дергун чека и все исход это и именно карась окунь по-другому себя ведет и уже ближе к берегу всегда надо обращать внимание на какие-то аномалии но я имею ввиду влияние на плетенку на поклевочки на приманку задевы это перспективные места где есть обязательно мирная рыбка и будет хищник вопрос только уговорить вот опять вот только что было как раз таки то же самое это карасик упираясь в карася он там стоит и сразу не то чтобы там зацеп во что-то уперся нет и сразу же слабина это он вот она красавица какая-то странная рыба поведение странная как будто карасиная чуть-чуть прослаблю фрикцион будто карась может конечно это не карась может это хороший окунь но поведение явно какой-то резкая очень резкая и ходит рыба туда-сюда вообще как-то странно да я же сказал друзья что здесь есть явные признаки присутствие карася и вот он красавец скушал по-честному приманку брену смотрите какой мощный карасище да вот я думаю вам видно что крючочек прям четко у него из верхней губы вот он ну классный и коренной толстенький какой-то такой очень толстый по чуть-чуть перехожу здесь тоже должен быть карась по крайней мере я его тут вылавливал но не то рыба конечно приятного видеть на деликатный спиннинг да не спорю очень сопротивляется хорошо но все-таки целевая рыба то хищник вот и и надо и найти опять скопление какую-нибудь стайку и половить в удовольствие так кто коллекцион расслаблен рыбка бьется хорошо неужели тоже карась потому что сначала побился потом стал уйти как носок и опять бьется и опять не сопротивляется нет понятно кто еще так может себя вести какой касты недомерок а а еще кто здесь есть вы знаете 3 грамма штиль летит изумительно я даже не хочу ставить 4 грамма чтобы ну как бы еще дальше летела не нужно 3 грамма улетает очень очень далеко и спиннинг так как катапульта вкладывается в заброс сам швыряет очень хорошо и тактильно я чувствую твердости тут их не так уж и много конечно же но где попадается на твердо это отчетливо такой тук такой день как того ну вы прекрасно не понимаете как грузик себя ведет и ощущение в руку когда он касается твердого дна но что касаемо заброса 3 грамма вообще летит очень шикарно ветер конечно было не так но вот в стиль когда погода хорошая на тонком шнуре спиннинг легкий вес бросает очень хорошо с хорошим таким ударом сдалека похож на окуня ну а там как она будет или тоже квыкасты да что такое как то тут до квыкасты как-то тут районами где-то окунь где-то квыкасты где-то карась зацеп такой иногда бывает попробуем отстрелить иногда получается иногда нет что там такое не знаю какой-то мусор можете ну такое очень жесткая не не получается придется рвать все придется рвать такой бывает ну раз оборвался будет поменять приманку это у меня такой двуххвостый три строчек аккуратно спуститься у по скользко очень и попробовать об туда здесь бровочка недалеко есть резенькая такая а там в основном стандартное дно что-то мне друзья везет на странную рыбу карась карась загибающий rockin force вот он карасяндр какой за плавничок за крышку жаберную даже засекся небольшой карасик ладошечный некоторых местах лучше зайти водичку потому что сзади и деревья и кусты ну а так еще и немножко ближе к проволочке меняется угол рыба без поклевки подсела ох так то значит странная рыба или судачок или карась на кого вы ставите друзья но это точно не окунь это точно не окунь квыкастый небольшой причем даже и забагрился в одном месте как окунь нашел и все и его сдуло а теперь карасики и судачишки небольшие кто друзья кто ставки делайте ваши ставки бьется странно не как окунь надо немножко расслабить фрик какие-то движения у рыбы такие тяжеленькие рыбки небольшая но ведет себя так и гуляет карась или клыкастый клыкастый все понятно он тут занял все позиции вот небольшой труси небольшой но вытеснил и окуня нету щуки только он скушал приманочку хорошо так да сколько же вас тут таких небольших ой что-то там интересное для него раз он там стоит ну мирную рыбку я не ощущаю чтобы что-то мне там било по плетенке я такого не слышу о сошел и хорошо что сам сошел сидит я даже для надежности так хорошо потек снова он это именно клыкастый это не бершик это прям вот он зубастый будущий взрослый судак чистый ручек сработал до хвост и вот я пришел в окуневое место посмотрим кто же тут будет а если окунь значит надо дать ему то что он любит моська ярком цвете 35 миллиметров мягкий силикон и лапки хорошо так вибрирует будет хорошо так соблазнять окуня так как это пассивная приманка то я делаю подбросики два подброса один оборот катушкой надо анимировать приманку поклевочка кто-то зажевывал отозвался кто-то маленький ой откуда ты тут такой зато как он жадно захотел скушать объемную приманку ох какая рыбка как она загибает спиннинг кто такой с ударом прям так хорошо в камуши только не надо пожалуйста я туда и не зайду потому что я сегодня без выгиданцев окунь и причем такой хорошего размера вот он какой красавец моську сожрал красноперенький классный красивый окушок отличная была рыбалка наловился окуня радовал поклевками также судачок небольшой ему бы конечно вырасти и потом уже ловиться было бы замечательно хорошая рыбалка хороший зимний денек я доволен если вам понравилось видео то как обычно лайк подписка колокольчик до новых встреч на новых рыбалках